Автопробег стартовал в Москве. Вот на этих веселых автомобилях, а всего их семь, участники лавки мира уже проехали 6 тысяч километров от Белого моря до Черного. Уличные скамейки уже разукрасили в Санкт-Петербурге, Вологде, Владимире. Мир, отмечают авторы художественного фестиваля, понятие многогранное, потому и рисунки на лавках самые разные. Каждый выплескивает на деревянную поверхность свои эмоции, свой мир. За время старта с 2007-го раскрашено более тысячи лавок. Это позволяет людям общаться, встречаться, создавать после проектов какие-то свои проекты. В общем, жизнь идет, и все друг друга радуют. Лавка мира – это новый подход к искусству. Искусству вне стен музеев, говорят организаторы. Здесь возможность почувствовать себя художником дают людям совершенно разных профессий и возрастов. Основная часть кисточек оказалась в руках у малышей. Их мир оказался цветочным. На многих повлияла сочинская погода. Не обошлось без солнца, чаек. У известной актрисы Ольги Кабо стала вырисовываться радуга. Лавка мира, олицетворение мира, наверное, это солнце и радуга. Миру, мир, мир, пусть всегда будет солнце. Наверное, какие-то детские ассоциации больше. Ольга Кабо – постоянная участница подобных проектов. Отмечает это фестивальное пространство – замечательная площадка для творческого общения и благотворительности. Организаторы проекта под Суздалем планируют создать культурный центр. И всегда то, что ребята придумывают, это всегда полно какого-то позитива, любви к жизни. И какое-то объединительное начало есть, объединяющее. Когда люди встречаются знакомые, незнакомые, медийные, неизвестные, добрые, серьезные все. И они все чувствуют себя как в одной большой семье. С инициаторами проекта, идейными вдохновителями арт-фестиваля Сочи знаком с 2007 года. Выступали эти ребята и на закрытии Сочинской паралимпиады. Мы в рамках культурной олимпиады провели вместе с лабораторией «Человек» четыре проекта. Они все были очень яркими. Это такие яркие проекты, как «Класс мира», когда ставили спектакли на базе нашего зимнего театра силами детей. Нас очень радует, что у нас вот такое длительное партнерство получилось. Завершится автопробег также в Москве. В столице все эти расписные лавки окажутся 17 мая. Большая лавка мира, собранная в одну общую цепочку из более чем 200 скамеек, выстроится у фонтана «Дружбы народов». Инга Габейшая, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Субтитры создавал DimaTorzok